доброго дня сегодня речь пойдет вот об этой лампе и вот этой лампе лампы это французский это точно франция почему здесь надпись лампежо пижон видите птичка это и есть птица голубь у него голуби здесь в клюве лампа не знаю как вам тут видно я думаю видите тут нам земля какая-то над землей летит это изобретатель карл карл голубь если в переводе или чарльз пижон это по-французски в тысячи по моему 880 чертом году он патент получил в октябре но это можете в википедии забить и он по моему первый производитель масляных бензиновых там может керосиновых ламп вот принцип безопасный до использую здесь и написано есть что ну французская лампа там минерал гарантии там сколько часов она работает вот здесь есть конечно видите вот такие надписи тут если разберете это над землей по летит а вот тут как бы лампу он голубь держит и вот здесь все можете наблюдать вот лампа пижон я думаю достаточно видно если надо мы кому-то еще доснимем низ как вы видите вот такой латунная это голова у нее скручивается видите здесь пенсии вот здесь по моему намотно что-то должно быть какая-то нам типа нитки она горит вот такая более-менее здесь все резьба видите немножко мы очищали я чем эти лампы еще видите как хорошо делались я думаю удобно был ее что поставить можно да что они на стену вешались тут вообще вот так вам повесил допустим на стене она у вас горит то есть там для машин для освещения на улице в доме было очень людям удобно у них там с электричеством явные были проблемы а лампа да на и сейчас ламп такие используют можно использовать я имею ввиду керосинки где на улице вышли за месяц сейчас каш фонари если это диодные ну здесь как вы видите видите все уже потрескалось немножко есть до трещинки потому что металл все-таки видимо уже патиново сами видите но я не любит их как обычно оттирать но здесь оттирай не оттирай но старину вот здесь допустим видите если я не знаю видите вы эти медный такой цвет тут не как не оттерли там вот я думаю видно да вот темный темноту я думаю видно ну вот ну повреждена конечно но в этом я думаю ценность ее не убавится потому что вещь от реальная такая такую вы особо тяжело найти но вот такая одна была ну вторую такого плана тоже она латунная тоже натерли оттерли ведь тоже можно повесить на стену да здесь конечно клемм нет но тут уже ведь тоже поисносилось подостерлась уже конечно сильно но дырки нет на там видно двойной дно и просто как подставочка там тоже голова скручивается но я не буду показывать там тоже воткнули тип какую-то стропу тип фитиля все это вы вроде как восстановили здесь вот прикольная такая вещица не знаю как видно не очень может быть но там тоже какие-то есть гербы какие-то там орнамент но так вам симпатичные здесь я говорю дно потрёпаны но так они и по высоте как вы видите они одного плана так они в руку помещаются неплохо вполне но такие лампы европейские французские для меня они довольно таки ценные ну вот ну а дальше смотрите еще фото другие мои репортажи если вам что-то интересно бывает что приходит уходит да по цене сразу скажу дешево я их взял для себя скажем так я давно хотел лампы там взять чем поприличнее взял для себя дешево не продам потому что такие вещицы у меня нередко бывают первый раз честно скажу такие лампы а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok